Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Вместе с нами Геннадий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим, я вас приветствую, все аудитории канала приветствую. Также желаю спокойного дня, как минимум. Геннадий Владимирович, в Кремле полагают, что после ликвидации Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа. Об этом The Moscow Times сообщили два близких к Кремлю собеседника и чиновник правительства, ранее служивший в силовых структурах. По словам источников, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить выступлений, подобных тому, что Вагнер организовал в конце июня. Наследство Пригожина – это военные подразделения с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, подкрепленные медиа-империи из телеграм-каналов и политтехнологов. Многие члены Вагнера считают, что за гибелью Пригожина могут стоять власти, и власти не могут игнорировать такие риски. И давайте также обратим внимание на то, что Путин спустя два дня после вероятной гибели Пригожина подписал указ, требующий от вагнеровцев присягнуть на верность. Пригожина больше нет, хотя тут возможны варианты, а угроза бунта или же нового мятежа есть. Насколько высока вероятность нового мятежа? Ну, наверное, вероятность и угроза у нас есть всегда, походу есть там силовики, армии и так далее, и поражение на фронте, и несправедливая война, и много чего другое. Но мне кажется, что сейчас, в данный момент, эта вероятность не очень высока, потому что только что состоялся этот недомятеж, и он разгромлен, подавлен, ликвидировано руководство этого недомятежа, и разоржены все те, кто того, можно было разоржить. Трудно предположить, что там Росгвардия вдруг бунтуется, ее никто не трогает, она по-прежнему в основном сосредоточена на подавлении внутренних протестов. Я думаю, что здесь можно говорить о каком-то внутреннем заговоре, заговоре, предположим, генералу, которые будут совершенно точно отданы на съедение после ощутимых поражений на фронте. Ну, то есть, а кто виноват? Виноват генералу. Ну, не Путин же, Путин же у нас святее римского папы, особенно после его выступления недавно, который состоялся, реалимент римского папы. Вот, поэтому, естественно, генералы пойдут на заклад, и они должны это понимать очень хорошо. Решат ли они выступить в этот момент против Путину? Нет, это другой вопрос. Или будут какие-то иные варианты? Или будут иные варианты? Или не будет вариантов, потому что, например, против Гитлера много было заговор, они не повели никакому результату. Мы знаем историю этого, так сказать, фюрера, который, так сказать, был уничтожен своим собственным. То есть, ну, вернее, спокойно жить на убийство сам, под давлением обстоятельств. Ведь покушений было на него много, подготовки было много, заговор было много. Но лично я думаю, что все-таки по Путину будет что-то другое. Не военный мятеж. То есть, у нас сила, которая способна организовать что-то наподобие мятежа Пригожин, только уже с конкретным достижением результата, это генералитет? Только генералитет, который пока на сегодняшний день не объединился. Там разногласий очень много. Ну, собственно говоря, они могут объединиться, когда будет угрожать им реальная опасность. Пока, наверное, это еще время не пришло. Пока еще нет крупного поражения на фронте. И разборка тоже во всем этом виновата. Вот я так полагаю, что пока вот... А Путину сейчас, конечно, будут подсовывать всяких там страшных жупилов в спецслужбы, чтобы показать, что только они, и больше никто, вот только они стоят у трона и защищают режим. И если, не дай бог, там не дать им денег, не дать им званий, не дать им полномочий, не дать им еще чего-то, то они не смогут защитить трон от восставших, так сказать, какого-то, от восставших мятежников. Вы знаете, Геннадий Владимирович, вот в свете этой публикации может возникнуть вопрос. Если же в Кремле и тот же Путин продолжает опасаться какого-то мятежа или бунта, даже после вероятной гибели Пригожина, тогда зачем нужно было его убирать? А убирать нужно было Путину для того, чтобы доказать свою крутость. Он же, извините за выражение, обгадился, так сказать, в этот момент. И счел, что нужно наказать публично вот таким образом, как они говорят, предателя, чтобы никому не повадно было. То есть Путин сейчас, главное, концентрируется на том, чтобы удержать в повиновении свое окружение. Даже не народ. Народ ему пока удается удерживать. С помощью разных приемов. А вот свое окружение. Потому что в его окружении ситуация, она сложнее и хуже, чем в народе. Народ, ну, побузит, побузит. Кого-то арестуют, кого-то выгонят из страны. Кого-то обратно загонят в щели. А тут может быть всякое. И поэтому для него важно запугать свою собственную элиту. Что будет так сказано. Ну, как Пригожин запугивал вот этой кувалдой, публичными казнями, чтобы все поминовения были. Так же Путин, собственно говоря, делает, он поступает точно так, как Пригожин, но только с Пригожиной. Вот вам кувалда, вот смерть предателя. Да, вместо кувалды там либо бомба, либо ракета. Ну и так далее. Поэтому вот пока на сегодняшний день я вижу, что Путин Пригожина полностью перегал. Вот ему удалось в сопередительность объяснить тому, что все хорошо, все замечательно. Отношения практически прежние, даже лучше. Вот это приглашение, видимо, на клуб людоезда в Санкт-Петербурге сыграло свою роль. Ничего что-то. Мужик воспринял духом, не подготовился к своей смерти. Никакого компромата мы не видим. Сколько же прошло? Ну, неделю почти прошло, да? Ничего не проявляется, даже некий намек. Так что... Геннадий Владимирович, вот, на ваш взгляд, то, что произошло в небе над Тверской областью, это можно назвать блестящей спецоперацией российских спецслужб? Если мы говорим о том, что Путин таки дал отмашку убрать, ликвидировать Пригожина, то кто является исполнителем, реализатором вот этой операции? Да там желающих-то было много. Свести счеты с Пригожиным хотели многие. И генеральный штаб в своем гру, с своими киллерами, которые там на службе у них стоят. И ФСБ определенную функцию, задачу мог смело выполнить, чтобы доказать верность и лояльность Путина. Желающих было полно. Поэтому с исполнителем вообще проблем не было. Им просто нужно было организовать это, и я думал, что Путин лично в этом участвовал в организации. И, может быть, даже он и спровоцировал вылет всей вот этой банды вагнерской к нему там на даче, куда-то там, в бункер, в какую-то резиденцию. Их должны были ждать люди на самолете, чтобы знать точно, что в этом самолете прийдет вся эта толпа. Ну и занесли бомбу там, сделали и заложили заранее. Да мы же не знаем, понимаете, сейчас можно заложить бомбы с дистанционным управлением в каждый самолет и ждать какого-то приказа, сигнала, когда нужно его провести в исполнение. Технологии позволяют. Я не знаю, что было самолетом приглашено. Скорее всего, бомба, скорее всего. Ну, самое удивительное, что все же молчали. Если бы у Путина спросили, что произошло с самолетом, он бы ответил, он упал. Ну, ну, катастрофа. Нарушили правила безопасности полета. Им же говорили, не берите бомбу на борт. А они взяли. Нарушили правила безопасности. Сейчас вот роется земля, так сказать, там, следственный комитет. Как же так? Кто нарушил именно правила безопасности? Скорее всего, пилоты. Или стюардессы. А больше кто еще может нарушиться? Сейчас внимание приковано к вопросу проведения похорон. Пригожина. Где похоронят? Как похоронят? С почестями? Без почестей? Есть информация о том, что множество экипажей полиции были замечены в Приморском районе Петербурга. В ночь на 29 августа наряды правоохранительных органов выставлены у всех входов на Серафимовское кладбище. Кстати, на Серафимовском кладбище похоронены и родители Путина. Перед центральными воротами этого кладбища вечером 28 августа установили рамки металлодетектора. И также известно, что к похоронам готовят также еще три кладбища. Богословское, Северное и Смоленское. Есть мнение о том, что похороны Пригожина и погребение Дмитрия Уткина, это все может стать той реальной чертой, за которой начнется какая-то заваруха. Возможно ли она и похороны Пригожина, на ваш взгляд, как они могут пройти? Торжественно, пышно, с речами, с салютом, с несением анаград. Обычно. Ну, то есть обычно для той наркотуры. Я все время говорил о том, что у них вообще была главная задача сделать так, чтобы пригласен погиб на поле боя и смерть в крабах. Чтобы самыми пышными похоронами его наградить и порвать три бояна, как говорится. Порвать, вы знаете анекдот, да? Хоронили кого-то, порвали два бояна. Тут три. Вот поэтому думаю, что будут пышные похороны. Протокол будет соблюден. Салют прозвучит. Гимн сыграет, да. И остальным ваговцам повезет значительно меньше. А Путин и его окружение нужна вот эта посмертная героизация Пригожина? А она неизбежна. Хочешь, не хочешь, так сказать, нравится и не нравится, терпимая красавица. А куда он денется от этой героизации? Никуда. Люди погибли. Враг нанес удар в самое сердце. Группа вагов. Тоже по-украински там спецслужб это сделали. Поставили установку в Сверху области, привезли из Киева. Может, даже Патриот был. Не знаю. Геннадий Владимирович, кстати, вот удивительно, что и в первые часы, и вот спустя несколько дней вот особо не обвиняют Украину в том, что это украинские спецслужбы, причастные к ликвидации Евгения Пригожина. Это вообще удивительно. Что-то где-то, видимо, очень тонко сработали, что даже спецслужбы России этого не заметили. Конечно, украинцы тоже еще могли сделать. Кто может провести установку там С-300, хотя бы С-200? Только Украину. Кто может там бомбу замести на борт? Наверное, только спецслужба Украины. Еще собрать их всех. Помните, как, Господь Бог говорит, я вас, говорит, в этом корабле три года собирал там. Вот, чтобы всех еще в одном корабле собрать. Поэтому, я понимаю, опять-таки, нет никаких объяснений сейчас в России. Народу говорят, кто же убил Евгения Пригожина? А как погиб Сомаля? Правила безопасности нарушили. Не надо было встречаться с ракетой С-300. Ну, говорили, вот летит ракета, обойди ее. Ну, что ж ты прешь на нее? Ну, что я могу сказать? Ведь до сих пор народу ничего не объясняет. А что случилось с Евгением Пригожиным? Что случилось с героями России, которых был полный самолет, героев России? А что случилось-то с героями? Как же так их взяли, как муху подстрелили, так сказать, там, из резинки? Не, ну, мы можем, знаете, вот, к истокам обратиться и начать вспоминать, а что произошло с генералом Лебедем, там, так же была авиакатастрофа. Генерал Лебедь хоть там полетел, хоть там летчик был, хоть какие-то переговоры были, черные ящики были, туман был, там, много чего там был по генералу Лебедем. Я работал, у меня, вернее, работали в компании его сотрудники близкие, бывшие, поэтому много чего от них знал, в том числе об этом инциденте из администрации Красноярского края. Тут совершенно очевиден таракт, тут совершенно очевидно, что было уничтожено воздушное судно. Такого народа, объясните, кто там на территории России может уничтожать самолеты? Ничего не хотят объяснять. Вообще молчок. Вот вы говорите о том, что да, будет героизация Пригожина, его проведут в последний путь. Не, не, героизация Пригожина наступит не по инициативе власти. Власть сделает все, чтобы про Пригожину уже забыли на окончании. Этого не произойдет. То есть власть последнее, что сделает, она его торжественно похоронит, прах там, не знаю, что там, останки, что там не догорело в катастрофе, похоронит в закрытых гробах, опустит, торжественно салют. И дальше они постараются забыть. Было или не было. Если будут вспоминать так только в соответствии с тем, что какой крутой Путин. А народ-то все равно будет героизирован. Чем хуже дела на фронте, тем больше героического будет народ видеть в образе Пригожина и Уткина. Это неизмежно произойдет. Геннадий Владимирович, хорошо, тогда как и чем можно объяснить следующее? Вот, например, на кладбище под Иркутском сгорели могилы бойцов ЧВК Вагнера. Абас Галямов, известный политехнолог, пишет о том, что, скорее всего, снос кладбищ Вагнера связан с сильными эмоциями Путина. Его буквально пучит от ненависти к Пригожину. Несколько слов из себя в адрес последний он, конечно, выдавил. Вот эти слова соболезнования. Мол, Пригожин, талантливый бизнесмен, ошибки совершал. Дальше, любопытно, будет понаблюдать. Воевать с мертвыми, ведь в любом случае так себе затея, а уж воевать с мертвыми патриотами в ситуации, когда ты сам опираешься на патриотический электорат, это тем более глупость. Была не глупость начать войну, была не глупость создать параллельные структуры на патрии, была не глупость, так сказать, поставить там во главе Шойгу. Ну, там много глупостей, но каждый день совершают глупости, фатальные глупости. Ему чем одна больше, одна меньше, уже дедушка старый, ему все равно, уж я извиняюсь, так сказать, ну то есть нет имиджа уже. Имиджа уже никакого нет. За рубежом у него имидж преступный. Причем сертифицированно, как они пишут, certified. Да, это вот человек, который уже получил ордер международного суда. Поэтому что, что терять-то? Терять уже нечего. А тут он еще приобретает страх определенной части своей собственной элиты, которая хотела бы от него избавиться, но боится это сделать. Поэтому все, а то, что его тампучат от злости и от ненависти, ну от обычного состояния, у него же все это вот на эмоциях, а что он, у него его путь от злобы и ненависти, значит, к Украине. Это он же главный инициатор этой войны. Ему же многие говорили, что будет плохо. Ну, или, по крайней мере, не соглашали, ну как бы, так сказать, не рвались в бой. Ну, и он у всех перемолол, мы же помним, как он порол этого на Рыжкина на Совете Безопасности перед началом войны. Вот поэтому, что, Путин, конечно, то, что он не понимает, что он натворил. Вернее, в смысле он понимает, но он не считает это позорным, печальным для себя самого. Он совершил теракт, организовал теракт, прямо на территории России, на территории Кырской области. Он этим показал, что человек, который окончательно стал террористом, даже в отношении к своему окружению. Ну, что, потом его что-то остановит, что будут носить какие-то вагнерские кладбища, да плевать ему. Это потом вылезет все, это потом все ему припомнят, это потом все будет играть какую-то роль в политических распродах. А сейчас он думает, что он всех убедил, опять всех сделал. Снова всех переграл. Появилась информация о том, что Дмитрий Уткин будет похоронен на Центральном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах 31 августа. И об этом пишет телеграм-канал Прибожин 2023. Информация будет похоронен в Мытищах. Сослана командиром. Дмитрий Уткин, тот, который вагнер. Ну, наверное, там тоже у них какие-то есть родные, близкие, не знаю, может, и жилы там. Я не знаю. Я не знаю. Геннадий Владимирович, а по поводу, ну, уже сменим тему, по поводу вот зарубежных поездок Владимира Путина. Песков сообщил о том, что Путин осенью совершит несколько зарубежных поездок, но Кремль не станет говорить о них заранее по понятным причинам. А что же это за понятные причины, такие, что публично не будут анонсироваться поездки Путина, и куда Путин может полететь, кроме Белоруссии, чтобы встретиться с Лукашенко? Ну, у него какие-то остались адреса, куда он еще может летать. Куда-нибудь в Африку, куда-нибудь в Сурцию, куда-нибудь в Северную Корею, куда-нибудь к Лукашенко. Ну, Кашенко можно и доехать на бронепоезде, ничего страшного, у него бронепоезд теперь есть. Вот, поэтому, понятно, что куда он может что-то полететь. Куда-нибудь в Средний Азию, может быть. Вот у него там география этих полетов не очень сильно, так сказать, разнообразная. Но еще может куда-то летать, но это, как бы, страны очень сильно третьего мира. Ну, я бы сказал, четвертого даже. Ну, вот, если уж так, по аналогии, то есть, понятно, что это страны, которые вообще... Ну, и может, я даже не уверен, что адберанты решится лететь. Может, Чеваранты и так, наверное. Ну, по поводу Турции, Геннадий Владимирович, но не хватило же смелости Путину лететь к Эрдогану. Эрдоган в начале сентября, об этом пишет Блумберг, должен прилететь к Путину. И, скорее всего, встреча состоится в Сочи. Официально говорят о том, что основной темой будет возвращение России в эзерновую сделку. Но мы прекрасно понимаем, что и так же ряд других вопросов будет обсуждаться на этой встрече и Путин, и Эрдоган. Конечно. Я думаю, что он не полетел не потому, что боится. Боится, все равно боится. Но он бы полетел, если бы был предмет договора. А вот предмет договора нет, мне кажется, они не договорились. Поэтому он будет пробовать Эрдоган сам, дожать Путина. Вот я бы так сказал, дожать Путина, будет Эрдоган пробовать в сентябре. Ну, то есть наступающем уже совсем скоро, первом осеннем месяце. И удастся ему, не удастся, мы увидим. Поэтому так как пока нет предметного договора, выгодного для Путина. Путин вот и никуда не летит. Хочу лететь, если не о чем договориться. Эрдоган будет, у Эрдогана это нужнее. Эрдогану это нужнее. Он будет играть роль миротворца. Роль человека, который единственный, который влияет на Путина. Который единственный, который, так сказать, с ним имеет правильный, какой-то выработанный тон общения и так далее. То есть это повышает ставки Эрдогана. В том числе во всех остальных политических играх. У них свои проблем куча у турок. И с Америкой, и с Европой, и с беженцами, и с беженцами, с различными программами. Поэтому надо как-то там, в международном плане, себя правильно позиционировать. И вот для этого он и прилетит в Сочи. Чтобы все знали, что Эрдоган вот такой крутой руководитель, который решает важные задачи. Поэтому вот я так полагаю, что это не какой-то банальный страх, что мы не полетим там в Анкару, или в Стамбул, неважно куда. Потому что боится. Потому что просто, мне кажется, еще нет выработанного никакого соглашения, никакого решения этой проблемы, и не только это, и другое. Вообще говорят, что мы испортились отношения. Появили серьезное трение с Ираном, каким-то вопросом. Я не изучал этот вопрос. Но неплохо, чтобы нам в комментариях специалисты подсказали, так это или не так. Может быть, он уже и в РАН полететь не сможет. Поэтому география полетов крайне скудной. Я бы сказал, что скудная география полета у Путина. Но по поводу вопроса безопасности. Ранее не припоминаю, чтобы Песков говорил о том, что график поездок Путина не будет афишироваться по каким-то понятным причинам. То есть ситуация внутри Кремля меняется. И, возможно, какие-то дополнительные меры относительно безопасности самого Путина. Какие-то здесь моменты включаются также. Не без этого. Не без этого. Да, не без этого. Но я вспоминаю начало нулевых годов, когда пришел в депутатную думу работать. И там руководители фракции говорили, знаешь, что, Ген, я, говорит, считаю так, что у нас секретность вокруг военного бюджета. А в России его не было. Заключается главное в том, что враг не знал, что у нас нет денег на реальную оборонную безопасность. Это был начало нулевых годов. Вот у меня такое впечатление, что секретность путинского графика объясняется не только вопросом безопасности, а убогостью адресов, куда может полететь Путин. Ну, чтобы не позориться, давайте уже секретим. Ну, и несмотря на вот этот громкий анонс Пескова о том, что осенью, уважаемые дамы и господа, Путин совершит зарубежные поездки, стало известно о том, что в Индию на саммит Большой двадцатки Путин не полетит. Нет, конечно. А его там и не ждут. Его там и не ждут. Там иначе была бы сейчас уже забастовка и демонстрация. Пикеты стояли. Из глав государства, которые не желают с Путином рядом сидеть и на него глядеть. Конечно. Вот. Поэтому лучше на секрете играть в поездок, потому что он убогий. Не, у Путина полная международная изоляция. Практически полная. Ну, людоеды к нему приехали в Санкт-Петербург. Ну, вот что. И чего. Ну, приехали. Чего-то поклянчили. В чем-то, так сказать. Сказали, что они вместе. Мы, естественно, вместе. Диктатура, хунты, террористы и так далее. Они все вместе. А им беваться некуда. С ним приличный народ не разговаривает. И здесь точно так же. Поэтому какую ему Санкт-Петербург. Двадцатка. Кто его там ждет? А почему-то он должен туда лететь на Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Фактически его. Это не просто осуждение. Вообще надо до ЦАПКи объявлять его военным преступникам. Я не знаю, что они тянут. Мне кажется, Украина должна поставить этот вопрос. Публично. Что продолжить осуждение российского государства, путинского государства. Вот объявить группу должностных высших лиц, которые затеяли всю эту войну, сотни тысяч погибших, военным преступникам. Обвинить военные преступления. Их чуть-чуть. Я не понимаю. Важно. Важно для нарастания того же раскола вита, о котором мы сейчас говорили в первую часть нашей беседы. Но если мы что-то хотим, чтобы там что-то происходило, надо давить. По-умному давить. Чтобы внутри нарастали противоречия. То есть решения Международного уголовного суда недостаточно? Недостаточно. Международный уголовный суд. Конечно, Международный уголовный суд. Но механизмы Международного рассуждения не заканчиваются Международным судом. Вернее, они могут заканчиваться как дополнение вишенка на торте. Но вообще должны быть более серьезные сформулированные обвинения. Решения различных международных институтов, ООН, там, двадцатки, двадцатки, семерки. Это должны там Европейского Союза. Это все должно быть сейчас осязаемо. То есть должно продолжаться международное давление на Россию. На его руководство политическое. На его элиты. На ее элиты. На российские элиты. Вот это надо делать. А что сейчас все тормозили? Ну, объявили там. Где-то объявили спонсором терроризма. Где-то не объявили. Где-то объявили Вагнер, террористическая организация. Где-то не объявили. Где-то еще что-то. То есть нет вот этого сейчас. Идут события. Надо ставить события, которые не оставляют сомнения в чудовищности военных выступлений. А процесс-то остановился. Процесс остановился. По поводу давления на Россию на Путина. Издание Бильда получило доступ к расшифровкам переговоров Шольца и Макрона. На девятый день вторжения в Украину Путин требовал от Шольца и Макрона признать Крым территорией России. А также признать независимость вот этих республик Донбасса, так называемых, ЛНР и ДНР. По словам немецкого канцлера, с самого начала вторжения Путин рассказывал ему по телефону о демилитаризации, о демилитаризации. И Шольц говорит, он просил меня о том, чтобы Крым был признан частью России. И также речь шла о признании независимости вот этих республик Донбасса. При этом Путин вообще не затрагивал темы санкций и не жаловался на них. Как вы думаете, почему Путин в разговоре с Шольцем и Макроном вообще не поднимал вопрос санкционного давления Европейского Союза на Россию? Ну да, потому что для Путина главная задача не благосостояние народа, а своя собственная школа сохранения себя во власти. Тут санкции, они, как бы так сказать, не сильно влияют на этот процесс. А вот признание его победы, ну там, вот теперь они все заразы признаны, вот они теперь столкнулись с нашей волей непререкаемой политической. И они все теперь заразы приняли решение признать нашу правоту. Вот это для него было бы важно. По санкции, ну и что, потерпят. И нежели хорошо, и не хрена привыкать к 140 миллионам граждан России. Ну вот, поэтому тут у него совершенно неких... Приоритет, естественно, такой, они должны признать его победителем. Если бы они признали, то для него это означало бы там сумасшедший, так сказать, рейтинг в России. И право править Россией до скончания века. Ну, своего века, естественно. Вот, вот, вот примерно так. Тут, конечно, тут даже что-то, понятно, что его интересует вопрос признания его победителя. И если бы его признание, он был бы просто счастлив. Он бы добил всех целей, которые ставил. Ну, дальше бы начал ставить цель, там, шантажа всего мира. А ему не дали. И вот он сейчас ищет мучительно выход из этой ситуации, как бы ему снова остаться победителем вот в этой войне. Чтобы был признан он победителем. Чтобы с ним договорились, чтобы с ним договор заключили, чтобы признали какие-то территории и так далее. То есть, вот у Путина сейчас идет поиск вот этого решения. А решений пока, как мы видим, нет. И я надеюсь, что быть не может. Ну, сейчас кремлевские политехнологи активно трудятся и стараются над тем, чтобы Путин выглядел убедительным победителем на так называемых выборах, которые должны состояться 17 марта 2024 года. Издание «Медуза» пишет о том, что уже в Кремле в администрации президента определили участников президентских выборов 2024 года. И там критерий достаточно интересный. Вот все, как бы, спарринг-партнеры Путина не моложе 50 лет. Путину уже за 70. Понятное дело, чтобы это все не выглядело, мол, опять этот старый пердун взял власть. Ну, сразу же, ну, кто может принять участие? Зюганов раз, ну, дальше, честно. Жириновский заочно два. Заочно Жириновский в избирательных бюллетенях, да. Да, надпосад. А вдруг вернется, да? Ну, кто там еще у нас подревнее там, давайте сейчас пофантазируем. Ну, Служский, Леонид Служский. Ну, Служский-то он, Орел 50 там с небольшим. Сколько ему там? Сегодня лет-то. Мне кажется, меньше 60. Значительно, мне кажется, годы 53-54, ну, по крайней мере. Мне так кажется. Я просто давно его знаю. Угодно. Еще с молодых, с молодых корней. С молодых ногтей, как говорится, вот. Ну, кто-то еще, да что там найдут каких-нибудь пожилых людей, которых там борозды не испортят? Найду, статисты. Какие выборы, черт и мать? Фарс? Им же спектакль нужно, они хотят спектакль сделать. Ну, как сказал Песков, дорогостоящая бюрократия, да? Дорогостоящая бюрократия, да. Дорогостоящие спецэффекты. Да, там, сцена какая-то, там, декорации дорогие. Все дорогое, потому что фарс нужно как-то обставить, чтобы он совсем-то убогу уж не выглядел. Ну, вот они будут сейчас обставлять. Главное, сейчас беречь им Зюганова. Наиболее выдающийся столб политической жизни России, так сказать, верный последователям партии войны. Поэтому тут что, вот они и будут таких доставать, так сказать, из шкафов каких-то там, побитых моря людей. Я вообще, на самом деле, считаю, что это большая ошибка. Вот то, что они поставили не старше 50, не моложе 50. Надо было ставить не моложе 75. Вот, и тогда на этом фоне Путин смотрелся молодым, энергичным, перспективным политиком. Мне кажется, что вот Кремли недорабатывают. Они что-то сейчас расслабились. Их никто не критикует. Ну, как вот можно там 50 лет поставить сейчас какого-то коня там с яйцами, чтобы он даже хотя бы своим видом, так сказать, Путина унижал. Надо было вот таких старичков, действительно, старых гордынов поставить, в коробшем смысле этого слова. Как говорится, не старый гордынов, а винтажный газогенератор. Это нас сейчас так рекомендует заменять вот это слово. Винтажный газогенератор. Вот. Поэтому надо было вообще 75 поставить отсечку. А что, Байден можно? Там Трампу можно? А что там у нас-то нельзя? И всегда можно кивнуть там на соседей, на Америку. Там вот, смотрите, там пожилые люди состязаются. И у нас, вот видите, опытные, мудрые, которые там ошибок не наделают. Вот они пошли, чтобы там подкорректировать правильный курс Путина, чтобы, так сказать, там добавить что-то к тем великим свершениям и делам, которые уже им достигнут, так сказать, которые он уже сделал. Ну, как-то вот так надо. Мне кажется, Кремль очень неправ. Ну, короче, необходимо сформировать там совет старейшин, совет мудрецов. Ну, конечно, ну, конечно. Я там Валентину Матвиенко выдвинул бы, например, там, Сергея Миронова. Вот, люди заслуженные уже в возрасте, так сказать, они уже там сбрыкивать не будут. Ну, вот, Жюгана там и так далее. Ну, есть там старички такие бодренькие, которых можно после 75-ти там уже в горнило политической борьбы запихнуть. Конечно, ну, не без этого. Буквально одна минута у нас остается относительно Крыма. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, сказал о том, что страны-партнеры дали добро Украине на удары по Крыму. Сегодня уже сформировался четкий консенсус, абсолютный консенсус относительно того, что мы можем уничтожать все российское в Крыму. Год назад, даже когда были какие-то удары в Крыму, все говорили нет-нет, давайте только без этого. А сегодня уже ситуация поменялась. На эти слова отреагировал Дмитрий Медведев. Написал, что согласие Запада на удары Киева по Крыму являются казус бели и дает России возможность действовать против всех и каждого в НАП. Ой, как страшно. Ну, понятно, что тут идет запугивание, шантаж. А что они еще могут сказать? Что они еще могут сделать? Достать ядерное оружие? Надо надеть белые одежды, приготовиться к смерти. Они этого не хотят. Мы же видим, как они жаждут выжить и жить еще там неограниченно долгое время. Поэтому ничего они им не могут сказать, кроме такого типичного поброса, шантажа и так далее. Казус бели. Ну, воюй! Удары идут каждый день. Чего терпишь-то? Давно бы уже начал войну. Потянись с красной кнопки, тебе там не всегда тянешься. Еще по рукам надает. Так что там руку отрежут, которая тянется с красной кнопки. Потому что никто не хочет умирать. Вот поэтому, да, мы будем вынуждены с вами, к сожалению, тысячи раз об этом говорил, жить в обстановке вот этих угроз и шантажа. В том числе ядер. Ну что же, Геннадий Владимирович, будем завершать. Огромное вам спасибо за этот эфир, за эту беседу. Геннадий Кудков, российский оппозиционный политик, был сегодня вместе с нами на Политеке. И также благодарность всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Берегите себя и до новых встреч. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok